Всем привет, зрители! Раз, два, три, проверка! Всем привет, зрители и подписчики канала Эрик Антона! И сегодня я хочу сделать задание улучшенной команды недели. Можно продать. Давайте посмотрим для начала, кто у меня в команде недели. Соответственно, то, что хочется вытащить прям очень сильно, это, конечно же, Суарес. Это просто миллион монет. Это значит, что я продаю Суарес и покупаю себе какую-то легенду. Возможно, это Овермарс будет на левый фланг или еще кто-то. Неплохо вытащить Родригеза, продать его за сотку и купить какого-то себе игрока. Не откажусь, если у меня будет... Ну, Эванс, конечно, шляпа. Эванс не нужен. Сон. Если будет сон, тогда, конечно, тут надо тоже подумать, потому что у меня есть, в принципе, слева неплохие игроки, которых я не могу продать. Они мне выпали бесплатно. Наверное, сону я тоже продам и куплю какого-то другого. Чемберленда, блин, если честно, я бы отставил, наверное. Хоть он тут и стоит тоже где-то сотку. А где-то, кстати, он всего и 38 стоит. Ну, понятно, что, наверное, по характеристикам в середине поля он не очень. Хотя длинный пас, передачи. У него точно штрафных ударов маленькая, но зато длинный пас неплохой. То есть тут надо тоже подумать. Ну, про остальных игроков тут и говорить нечего. В принципе, я бы еще оставил, наверное, Шмехеля. Ну, Шмехеля, Информа, я, возможно, себе и так в будущем куплю. Сейчас будет небольшой спад. Я думаю, он долго стоить не будет. И, соответственно, я себе его по-любому куплю в команду. После того, как сделаю СБЧ Аарана Ширера. Так, ну, перед тем, чтобы как мне собрать команду недели, соответственно, у меня есть наборчики, которые необходимо открыть. И давайте их сразу откроем. Попробуем поймать хотя бы рейтинг 83-84. Так, это столбы. Это уже хороший рейтинг. Манолос, отлично, отлично пойдет в мой состав. Очень здорово. И это, о, бог с ним, пригодится. Так, давайте еще два редких. 81 плюс, ребят. Эх, даже не столбы. Наверное, 82. Кто это? Да, немножко не повезло. Не тот, кого я ждал. Блин, опять живу, что ли? А, еще и которого продать нельзя. А у меня, по-моему, здесь такой же. Ну да, да. Да, обидно, когда приходится так вот. Тут уже, ну, тут сейчас можно, конечно, мутить, но если выходить из игры, диспетчер задач, как я и писал в комментарии одному из своих зрителей. Но сейчас этого смысла точно делать нет. Не тот игрок, ради которого так стоит заморачиваться. Еще один набор, ребят. Смотрим. Просто редкий. Испанец. Моя, 81. Так, ну давайте посмотрим, кого мне не хватает. С учетом того, что я сейчас поставлю, соответственно, в команду недели себе игрока. Так, испытания. Это будет, наверное, одно из таких уже последних испытаний. Вот этих вот улучшений. Потому что я уже сюда столько впулял. Что, честно, уже... Да, тут еще 5 игроков целых надо. И так, это кальцио. Кальцио, кальчо. Так. Так, а где он? А, вот он. Так, ну вот я думаю, наверное, еще сюда вот этого поставить. Все-таки... Ну... Сколько вот он стоит? Ну, за 5-то я всегда куплю. Ну, 6, 4, 600, 4, 300. Блин, ну это я всегда куплю. Надо, надо, потому что... Тут нужен рейтинг. Неплохой. И так, у меня рейтинг всего 80. А надо 83. Соответственно, хорошо. Вот эти двое перекрывают вот этого. А вот этого перекрывают. Ну, в принципе, да. Должно прокатить. Мне нужен один вратарь. 83 уровня. Причем он здесь точно есть. Это вот этот мой. Либо рейно. Взять. Вон, за 2... Блин, за 2 500 можно купить. Ребят. Чтобы побыстрее сделать и не ждать. Сейчас я все это организую. Ребят, как выяснилось по просчетам, сюда подойдет фовард даже 76 рейтинга. Смотрите, рейтинг и так отличный. Я сейчас, возможно, даже сделаю просто проще. Сейчас мы сюда выставим какого-нибудь 79-го. Так, нет. Немножко не так. Вот так выставим. И вот так. Так, этот пойдет сюда. Этот пойдет, соответственно... Нет, все равно, да, вот этот падает. Так, ну хорошо. А, ну, блин. Я просто подождите. Конечно, 79 я выставил. Сейчас, подождите. Мы сейчас найдем нормального фовада. Или вообще нормального любого игрока. Сейчас 82. Кого не жалко. Вот центральный защитник. Вот, я думаю, вот так. Сохраним. Сохраним все-таки рейтинг 84. Не будем его тратить. Так, не, ну это уже точно будет мимо. Может быть, можно вот так сделать. Да. Даже так. Ладно, не буду же экспериментировать. Отправляем, ребят. Улучшение команды недели можно продать. То есть, в любом случае, игрока можно будет продать. Но если он будет совсем дешевый, я, конечно, его использую в СБЧ Арана Шиллера. Ну что, волнительный момент. Очень хочется слаживаться. Миллион монет, ребят. Миллион монет. Такого у меня никогда не было. Ну. Чемпионат. Есть. Есть, есть, есть. И да, конечно, по характеристикам, ребят, конечно, возможно, возможно, по характеристикам он и не очень. Тут я не спорю. Хотя, вот честно сказать, да, вот ловишь вот Чемберленда, думаешь, блин, классно попал. Но давайте посмотрим его цену. Я понимаю, что, ну, откровенно, за вот эти 37 тысяч монет, ну да, ну 37, ладно. 37, наверное, было бы тяжело купить. Ну, 38, 40. Ну, хотя, продав весь тот состав, что у меня был, примерно на то бы и вышло. То есть, разошлись, так сказать, в рове. Ну, сам факт, что он выпал, и, конечно, я его оставлю. Вот его характеристики, ребят. Вам виднее. Ну, я не могу его просто даже не потестить. Соответственно, он идет ко мне в состав. Текущий состав. В любом случае, здесь еще будет Канте. Без него никак. Здесь будет Канте. Так, ну, вот давайте просто сравним. Мне просто интересно. Подождите. Давайте сравним Чемберленда и Бакайоку. Что их особо отличает по характеристикам. Итак, скорость, ребят. Ну, явно Чемберленд здесь выигрывает. Удары. Удары, без сомнения, лучше у Оксин Чемберленда. Передачи. Ребят, ну, с передачами тоже здесь все хорошо. Здесь единственное, что отличает, это защита. Да, с перехватами плохо. Игра головой очень плоха. У Бакайоке тут все очень отлично. И с опекой, и со всем. Поэтому, ну, цопом не быть, это понятно. Но, уж серединку, я думаю, Чемберленд займет спокойно. А, соответственно, у меня Винальдум, Лингрант. И надо думать тогда, кого, кого, кого убирать. Ну, и, наверное, будет убран Дели Али. Да, как бы это ни звучало. Дели Али за 12 тысяч монет. Скорее всего, мы его уберем из состава. Когда у меня появится, соответственно, Канте. И уже будет такой вот у нас. Такая будет серединка на сегодня. Ну, что, ребят, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. В любом случае, Пак, не скажу, что прям провальный был. Одного из тех, кого я хотел поймать, я поймал. Всем пока. Играйте в ФА-18. Субтитры сделал DimaTorzok.